Доброго времени суток у микрофона, Даниил Добро, вы на канале Быстрый ПК. В этом видео мы разберем, что такое Телеграм. И я также расскажу, как он пользовался и как его настройить. С чего мы начнем? С того, что данный мессенджер, как и WhatsApp, не является анонимным. Так как регистрация проходит через номер телефона, аналогично как и WhatsApp. Если вы использовали WhatsApp ранее, с Телеграмом не возникнет никаких проблем. Все то же самое, также регистрируйтесь через номер телефона. После того, как вы зарегистрировались, у вас появится менюшка, откроются чаты. У вас, скорее всего, ничего не будет, это у меня уже куча чатов. Давайте смотреть, что тут есть. Слева у нас есть шторка, и тут мы ее открываем. Здесь мы можем перейти в настройки, в избранное. Избранное это то, что вы сохраняете, себе чистят чат с собой, звонки и так далее. Сверху мы также видим наш номер телефона. Проходим в настройки. Тут мы можем все. Опять-таки, видим свой номер телефона, имя пользователя, который вы можете настроить, чтобы было покрасивее, чтобы кидать ссылку на себя. Также можно написать что-нибудь о себе. После этого мы видим уведомление и звук. Сверху мы можем добавить, нажав на автопарад, фотографию на свой профиль. Или сменить ее. Также можно зайти в уведомление и звук. Здесь мы можем настроить выбросигнал, рингтон. В целом, все довольно понятно, я думаю. Например, можно убрать вот эти события, контакт присоединился к телеграмм. После чего мы перейдем в конфиденциальность. Здесь можете посмотреть, как у меня все настроено и настроить так же. Номер телефона, чтобы никто не видел. Потому что если кто-то увидит ваш номер телефона, в общем, это может быть иногда в каких-то случаях плохо. Поэтому лучше, чтобы никто его не видел. Последняя активность, только контакты, которым вы доверяете. Фотография профиля, ну, это уже кто как хочет. Звонки, только мои контакты. Если вы позволите каждому звонить, то ваше местоположение можно вычислить по звонку. Такая уязвимость была найдена в телеграмм, поэтому только контакты. Группы, мои контакты, чтобы вас кто попал, он не добавлял. Также тут есть безопасность, код пароля. Это, в принципе, не особо дает какой-то серьезный, весомый, в общем, безопасности. Можно оставить так, как есть. Удалить мой аккаунт, если я не вхожу, допустим, 6 месяцев. В целом, если вы часто посещаете телеграмм, можете оставить, поставить 6 месяцев. Если вы редко, то вот. Ну, на тот случай, если вы перестанете им пользоваться, то ваш аккаунт будет удален. Это будет очень даже хорошо. Также можно удалить импортированные контакты и выключить синхронизацию контактов. Дальше, данные и память. Это тоже важный пункт, так как вы тут можете настроить экономию трафика. Она находится у нас внизу. На звонках экономия трафика у нас стоит. Также можно автовоспроизведение выключить, если вам оно не нужно. Также можно разрешить автозагрузку медиа, то есть фотографии в роуминге, либо еще чего-нибудь. И использование памяти. Здесь вы можете настроить через кока, телеграммом длить свой кэш. Например, через неделю, через три дня, либо месяц. Либо хранить всегда. Если у вас очень много памяти и вы не хотите ничего удалять, также можно вручную почистить кэш и очистить базу данных, чтобы потом не было никакого лишнего мусора. Возвращаемся. Настройки чатов. Тут можно выбрать дизайн чатов. Но тут все понятно. Папки. Это интересная фишка, которая позволяет удобно переключаться. Можно создать свою собственную папку и туда уже добавлять те чаты, которые вам нужны. Очень удобно. Нет аналогов других мессенджеров на данный момент. Устройство это то, к чему вы подключались. Можно тоже это иногда просматривать, если вы сомневаетесь, что ваш аккаунт был взломан. Если есть сомнения, что что-то не так с аккаунтом, кто-то к нему еще подключился, то можно зайти в устройство и все устройства отключить, которые сомнительные. И потом заново войти, если вдруг что-то пойдет не так. И как мы видим, тут папки перелистываются просто. У нас все очень просто. В управлении есть поиск. Удобная вещь, которая позволяет искать. Те или иные диалоги. В чатах, в медиах, ссылках, файлах, музыке. В общем, где угодно можно искать. Это очень удобно. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, вы разобрались с данным мессенджером. Все гораздо проще, чем кажется. Если все настроить, то он будет достаточно безопасен. И вы сможете получить нужный вам контент. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.